Так, ребята, привет-привет! У нас уже утром, мы даже без опоздания выезжаем. Молодцы просто, молодцы, я прям сегодня нами горжусь. Все даже собрались быстрее даже, чем я, они в итоге еще меня все ждали, поэтому такое у нас бывает безумно редко. Все, мы уже выезжаем, мы сейчас быстренько заряжаемся, еще по дороге заедем, купим лосось на уху. Ну, в принципе, как раз от магазина по дороге. Все, едем в красивейший кемпинг. Он должен быть куда красивее, чем предыдущий. Предыдущий был тоже неплохой, но этот должен быть еще красивее. Он весь такой горный, в елках, поэтому надеюсь, что нас сегодня ждут очень красивые виды. Я даже безумно жду дорогу, потому что по дороге я вообще люблю в эту сторону ездить. И как бы сейчас мы еще дальше едем, там очень действительно прям красивые виды. Я, конечно же, поснимаю все, поэтому надеюсь, сегодня будет очень-очень красиво. Сейчас сижу, смотрю, вспоминаю, что нам лед нужен. Видела отсек, я надеюсь, Женя сейчас купит лед. Что, не забыл? Забыл, я уже вижу, что идет и не подходит к этому. А ты лед купил? Лед! Почему нету? И вот, блин, еще теперь где-то за льдом заезжать. Вон, вон есть лед! Как будто подтаявший, нет? О, там хорошо! Он просто отдельный весь, понимаешь? Да-да-да, то он вечно комочками какой-то такой, знаешь, по дороге подтаял, потом обратно застыл. Как его закрыл там? Не знаю, как открыл, так и закрывай. Я бы не такой сладкий, да, в Тимпорт. Потому что в Тимпорт, на самом деле, оно прям просто, я не знаю. Вам пересыть? Это, по-английски, не знаю, как конец. Да, Америка, это и красиво. Это, по-английски. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А где вперёд? Вот, да? Да. Ой, как будто бы я уже... А, хорошо. А я тоже самое. Да. Или вот там, где они ногами посетят. Я уже потом... Ой, тут камера. А они снимаются с мамы. Давай, запьём. У нас уже куда-то убежали. Постелили нам здесь уже всё. Организовали. Накидали, в общем, всё, что могли. И сейчас палатку закрою. Нет, не эту. Сетку закрою. Что она так внизу или натягивается. Вот. И хорошо, что у нас место... Мы здесь будем только спать. Поставили здесь две палатки. Здесь мы будем спать. Здесь будет стоять машина. А сидеть мы будем на втором месте. У нас два места. Что хорошо, что с той стороны людей нету. В принципе, мы у всех соседей... Уже мы на опыте. Мы у всех соседей спросили. Ничего страшного, если от нас будут какие-то звуки исходить. Так как у нас много детей. И мы, естественно, будем разговаривать. Музыка. Люди, которые говорили, что мы тут дискотеки устраиваем. Нет. Музыка у нас вот так вот играет. Удобно здесь вот прям... Возле палаточек сразу же. И водичка. И розетка даже есть. Поэтому очень удобно. Не нужно далеко ходить. И вон... А, вон, кстати, там туалет, который другой не воняет. Вот дети у нас усели здесь. Забили себе стол. А мы там подальше. Вау, это не жизненно скажет, ребята. Спасибо большое. Все. Малинки не хватает. Развлекайтесь. Спасибо большое. Так, а я, наверное... Да. Ребята, уехали. Здесь вообще не ловит связь. Вообще просто. Ноль. У меня стоит только сос. И все. А у нас... Ещё едут Лера моя с другом и знакомые. Вот она их везёт. Они не знают, какой у нас номер. Мы даже просто не могли представить, что здесь вообще нет связи. Поэтому они поехали куда-то, где ловит связь, чтобы отправить точную геолокацию нашу. Здесь туалет как бы куда получше. Изначально я зашла. Здесь также можно будет умыться спокойно и сходить в туалет. Потому что в первый, который я зашла, конечно, спасибо ей за то, но немножко запашок, конечно, был такой не особо приятный. Здесь не только туалет, здесь даже душ есть. Ну так это совсем другое дело. Здесь две душевые. Очень прям неплохо, потому что в предыдущем не было душа, понимаете? Туда дольше, чем на один день ты не приедешь. И два туалета. Вообще прекрасно. Самое приятное, что этот туалет, понимаете, полминуты от палатки, что тебе ночью, как в предыдущем, не нужно среди ночи идти далеко-далеко в тёмный лес. Поэтому это, конечно, очень большой плюс. Видите, некоторые вообще, вот смотрите, смотри, стоит дом. Дом, и он полностью уже... Они как будто здесь вообще живут уже давным-давно. Платят по месячную аренду и живут. Мы уже со всеми соседями подружились, пообщались. Детки отдыхают. Уже проезжала охрана, мы им не мешаем, они всё хорошо, всё отлично, всё подходит. Хотя в предыдущем мы делали всё то же самое, но там почему-то нужно было быть в состоянии медитации, только чтобы мы им подходили. Поэтому здесь немножечко свободнее можно разговаривать и поиграть в бомбинтон, и дети вон на качелях там катались. В общем... Всё, Коля, иди делай. Кстати, ну за музыку я только слышу. А как у тебя музыка нравится? В смысле? Ну, от интернета. А, не знаю. Нету. А ты в санклубс? В санклубс, да. Ну, у меня тоже он работает без интернета. У тебя тоже работает? Вообще не работает он. У меня все песни могут быть. Нет, не вся. Ну, вот там... Не все не работает, давай я помочь. Да, я не знаю. В армии, в нашей части, там не надо было в Крым ехать. Калинке подойти и всё. Не, га, калинка отдыхает. Вот то, что я калинки подогнал, калинка потом... Тихо, тихо. Руби голову. Не знаю, он раньше не нагревался. Садись музыка? Не-а. Это у меня огруха по музыке. Информация, анима, просто, понимала. Все глисты, короче, убегают. Да. Как избавиться отлично? Таблицы. Все мясо жарят, я веду свой отряд детей. Купаться. Они сказали, не так уж и холодно. Можно. Поэтому. Боже, как красиво. Посмотрите на это вечером. Прямо это вообще супер красиво становится. У людей, конечно, чтобы вы понимали, палатки. Мне кажется, там просто пятикомнатные. Они, наверное, на очень долго, конечно, приезжают. Кайф, конечно. Очень круто. Здесь куда лучше, чем в предыдущем. Здесь просто очень красиво, очень классный запах. Ниже в предыдущем был очень сильно похож на какую-то посадку. И, кстати, здесь, вот элементарно, у нас играет музыка тихонечко. Не громко, как задумали предыдущие, что мы там приехали дискотеки устраивать. Нет, конечно. Просто вот мы сидим, играем. Ты отходишь буквально два метра, вообще ничего не слышно. Вообще ничего. Не знаю, как это влияет. Потому что там было слышно просто за километры. Даже просто тихие разговоры. Ой, всё, пошли. Коля, сними футболку. Там холодно. Холодно, я же говорила. Вода холодная. Холодная? Не пойдёте купаться? Не надо, я тоже думаю. Блин, ну поболеете. Потому что сейчас не сильно жарко. Не нужно, не нужно. Мне кажется, тоже вечером это будет очень, ну... Ну, вон, Лера с Артуром, они спортсмены, пусть купаются. Лера спортсмены? Лера занимается, да, спортом. Бегает к холодильнику. Так я здесь сяду. Буду за ними сидеть. А у меня зуборда-то, что же спортсмены? Коль, не надо, Соня, холодно. Мама! Ну, поболейте. Ты постоишь пять минут, будет тепло. А почему ты в футболке ещё и с Пепси купаешься? Я буду так стоять. Ты не пойдёшь, ты... Кстати, ты... Коля уже в круг закупается. Он уже боится пораниться. Он уже не хочет. Ну, наверное, здесь нет пиявок, я не знаю. Потому что в предыдущем кемпинге были пиявки. Они присасывались. Там в предыдущем было много. Здесь... Ой, не мочитесь, всё, не мочитесь. Пусть старшие купаются, а младшие не лезьте. Там глубоко, что ли? Или я там просто сел? Не знаю, наверное, сел. Кстати, глубоко становится, потому что в прошлом... Ты идёшь, 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 идёшь. Если кровь пойдёт, то... Дрянной руки не было. Так это правда. У меня пока что ничего нет, у меня всё будет. Но ты вообще не купаешься. Я живу и радуюсь. Дайте, это пиявка или нет. Слоян, дайте... Да, это пиявка. Очень симпатично, Николай. Тебе очень нравится. Тебе очень идёт. Здесь уже лекают. До этого я, честно, комаров вообще не... Да, до этого комаров там не было. Ну типа по сравнению с предыдущим, здесь комаров куда меньше. Завтра-то пойду я утром? Да, посмотрим, какая будет погода утром. Ну точно, лучше, чем сейчас. Всё, у тебя остались уже рыбачить. Вы покупались, надо идти шикаться. Сетки ставят, всё ставят. Ой, сетки, а... Удочки. Шикаться обязательно. Идите, покупайтесь, а потом побрызгайтесь. А мне не надо купаться. Боже, какое-то совсем другое дело здесь. Здесь реально каждый живёт, каждый что-то жарит, что-то делает, разговаривает, костры палят. Потому что меня на предыдущем тем немножко захейтили, что мы как будто, знаете, какие-то, которые хотят только тусовки. Ну нет, мы просто хотели разговаривать, вот так вот ходить и гулять. Но нам там этого вообще не позволяли. Это реально был какой-то трэш. Хорошо, телефон хотела возьму. Колянечка, давай. Дай мне, пожалуйста. Ещё, ещё жарьте, ещё больше. Колян, ещё больше жарь. Ещё, ещё. Мне надо вот это... О, тебе сейчас упадёт. Нет, тебе нормально, тебе нормально. У тебя сейчас упадёт. На печенье, на печенье, быстрее. Блин. На печенье ложи маршмелу. Ой, ну-ка, и второе. Давай, вот так вот и вкусное? Угу. Нашим сразу два пусы. Ой, капец. Как жарить. Класс? Мам, пожалуйста. Я не хочу, я не люблю сладкое. Не сладкое? Нет. Да. А где вы были два часа? Мне были два часа. Где вы были? Мы были в машине, потом мы... И ещё потом мы в палатке... Это занято. А ты с мясом уже пришла? Это занято. Это занято. Даже дождь обещали, понимаете? И мы его ожидали. Этот раз была... Должна была быть... Классная погода в Иктоге. Пошёл дождь. Мы очень надеемся, что он сейчас быстро закончится. Но мы всё равно всё прячем. Детей попрятали по машинам. Очень. Вообще. Эта ночь прошла куда лучше, чем когда мы первый раз ездили. Я спала просто как младенец. Я реально... Вот я легла... Сразу... Я сразу же просто уснула. Спала до утра. Вот я просто спала как у себя дома в кровати. Безумно вообще классно. Всю ночь шёл дождь. Всю ночь. Мелкий, он не крупный. И вот этот вот шум дождя по палатке, который гремел, он вообще не мешал. Он только, знаете, наоборот такой классный насыпляющий звук. Блин, мы уже... Мы уже сварили уху. Я уже поела и опять легла спать. Меня так разморило. Я просто вырубилась после ухи. Поспала. Не снимала уху. Сейчас пойду вам покажу, если её ещё не съели. Покажу вам уху. Дети, слышала, пошли играть в бомбинтон. Ну, просто, я понял, кемпинг надо планировать чисто так. Шашлыки-машлыки. И валить туда. Недалеко от палаток их база, где ловит интернет, потому что интернет не ловит просто. Вот вообще у меня просто стоит сос. Ничего нет. Ни единой палочки. Вот. И подошли к базе. Хорошо, что мы уже уезжаем. Я увидела, что здесь ещё волки водятся. Ну, или, может, они как-то по-другому называются. Ну, в общем, что-то олени. Ну, косули мы вчера видели. И волки. Бобры. Что-то ещё. Ещё что-то тоже не прочитала. Есть. Здесь на базе у них можно взять каяки на прокат покататься. Очень круто, конечно. Если бы мы приехали на подольше бы дни, мы бы обязательно бы взяли. Сегодня и покатались. Магазинчик. Там можно взять кофе. Что-то купить, что нужно. Лёд вон продаётся. Уже вижу. В общем, прям вообще. Да-да, беги. Вообще супер. И, кстати, Женя даже поставил у них на базе машину на зарядку. Ну, с обычной резетки, но, конечно, там не слишком много. Она, наверное, полностью батарея не зарядилась. Но, я думаю, сколько тогда точно зарядилась. Вот поэтому тут, конечно, вообще прям прекрасненько. Мне очень понравилась эта база. Я бы сюда еще раз бы приехала. Нам этот раз, кстати, тоже повезло. Эти места никто не забронировал на эти дни, поэтому нам не нужно спешить и выезжать в 2 часа. Всё, 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 господи, сколько сейчас? 4 часа дня. И мы еще пока здесь. Хочу пройтись, посмотреть номер вот этого вот места. Он прям возле речки. И один там с той стороны, мы когда ходили на базу, они тоже возле речки. В общем, хочу позаписывать себе номера, какие прям возле речки, приехать еще сюда осенью, когда будет красивая золотая осень, какой-то теплые дни выбрать. И приехать сюда. Так, это какое место? 12-ое. Не 13-ое. Нет, наверное, 13-ое. Это вот 12-ое. Вот очень круто. Да? Вот так вот возле речечки здесь палатку. Прям вообще классно, мне кажется. Ночью здесь такой звук приятный. И этот какой? Это тоже возле речки. А, ну здесь, наверное, люди живут постоянно, что ли? Видите, у них прям на подонах стоят. Ну, потому что, да, некоторых стоят фургончики вот эти вот дома. Дома на колесах. И там все вокруг облагорожено. Там даже заборчики есть, поэтому, я так понимаю, люди там прям живут. 11-ое. Ну да, я так подозреваю, это может быть они прям на все лето приезжают как-то или не знаю как. Мне, конечно, наше место тоже очень понравилось. И вот здесь, и здесь, и здесь они. Там такая же палатка. И это, по-моему, возле речки или нет. Да, тоже возле речки. Блин, обалденный парк. Обалденный вот просто. Даже если сравнить ту первую посадку. Ну, я не говорю, конечно, там не прям плохо. Конечно, тоже хорошо. Природа есть природа. На природе всегда хорошо. Восьмое место. Сейчас надо не забыть записать. На природе, понятно, везде хорошо. Здесь безумно красиво. Здесь такие виды. И, конечно же, речка, это вообще... Это сразу же другой... Вот, речка, это сразу же другой вид, другая атмосфера. Сейчас уже, наверное, соберём вещи. Я хочу ещё поехать на горную речку. Здесь недалеко мы её проезжали. Немножко пройтись, прогуляться. Я, конечно, сегодня ем только уху. Я после таких насыщенных дней объедания мясом, когда вот так вот, да, ты едешь на природу и ешь постоянно мясо, я потом просто смотреть на него не могу. Мне вообще ничего не хочется. Я даже уху сегодня ела без рыбы. Говорю, я просто хочу сам бульон. Просто суп. И я прям поедаю-поедаю. Хожу только и кушаю. Ухую, больше ничего не хочется. Очень вкусная. Получилась уха. Прямо все поразъезжались. Это всё было сегодня занято. Сейчас уже все поразъезжались. И, кстати, вот мы уезжаем. Ещё буквально пару палаток осталось. А так вот пооставались прям только автодомы, которые, знаете, вот они прям стоят здесь на постоянной основе, наверное. Они, конечно, тоже очень довольны отдыхом здесь. Им здесь очень понравилось. Во-первых, здесь хорошо, понимаете, из-за того, что здесь есть предусмотренные площадки детские. Там есть и место для волейбола, бомбинтона, в общем, для всех игр, что дети могут идти гулять и развлекаться. И никто им за это не делает замечания. Вот. И они, как бы, в принципе, далеко. И их не слышно. Они никому не мешают. И нам прекрасно, что дети могут отдыхать. Потому что на предыдущем, ну, очень сложно, когда ты детям постоянно говоришь не ходите, не шумите, не разговаривайте. Но это дети. Они же тоже не могут просто сесть и сидеть. Конечно, они там посидят, ну, часик-два порисуют. Ну, а что им потом дальше делать? Притом, я же не говорю за то, что это хаос, какое-то устраивание хаоса. Когда нет, тебя ограничивают в элементарных каких-то действиях. Просто поиграть, побегать. У нас же ж не маленькие дети, они же ж не кричат. В принципе, поэтому... Такой силой просто выберут капли, что это хаосе. Такой силой просто выберут капли,